Иран завершил расследование дела о ракетной атаке на украинский Boeing в небе над Тегераном. Вскоре дело передадут в суд. Об этом заявил глава судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана. Следствие обвиняет в причастности к катастрофе 10 человек. Среди них есть высшие военные командиры. Катастрофа рейса ПИС-752 международных авиалиний Украины произошла 8 января 2020 года. Иранские военные сбили самолет двумя ракетами. Погибли все 176 человек на борту. Из них 11 украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях, принятых накануне против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Анализ решения СНБО сделала моя коллега Влада Цуркан. Решение СНБО вернуть государству нефтепровод повысит уровень энергетической безопасности Украины, уверены эксперты. Существует определенная граничная доля, предельная доля импорта любого энергоносителя. Это 30% из одного источника по одному маршруту. И любая зависимость от любого государства, превышающая 30% по любому нефтепродукту, является угрозой энергетической безопасности любой страны. Напомним, объектами персональных санкций СНБО стали 19 компаний и 8 физических лиц, среди которых народный депутат от фракции «Опозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. СБУ инкриминирует им финансирование терроризма. Санкции вводятся на все майно, которое есть в подпорядковании пана Медведчука. Накладывается арест, скажем, они не имеют права его продавать, они не имеют права им пользоваться, они не имеют права его закладать, все майно, которое есть, скажем так, сгідно от тех пунктов санкций, которые будут накладены, уже накладены на сегодняшнее решение Ради над безопасностью и обороны. Введение санкций – это просто замороженные активы, для того, чтобы далее следствие могло провести все следственные действия по процедуре и могли выявить причину на следовательный связок. И если есть законодательное или порушение, или есть действительно злочин, про который было анонсовано, то очевидно, вы не должны быть покараны. СНБО также принял тайное решение пересмотря сценарии в относительно действий на Донбассе в связи с обострением ситуации в зоне операции объединенных сил. Эксперты уверены, будут новые соглашения. Если не получится Минское соглашение, значит, будем действовать по плану БЦ. Я бы оценивал, как эксперт, эту ситуацию, что на текущий момент Минские соглашения исчерпали себя. Надо использовать все-таки возможности к тому, чтобы привлечь к ним американцев, насколько это возможно. Санкции также наложены на компании, которая владеет пятью самолетами, осуществляющими незаконные прямые перелеты из Киева в Москву. Влада Цуркан, Телеканал Дом. Телефонный разговор президентов США и Украины должен состояться как можно быстрее. Так считает бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Джо Байден и Владимир Зеленский должны установить контакты на высоком уровне и задать тон сотрудничеству между странами. Кроме того, по мнению политического эксперта Валентина Гладких, как никогда раньше успех Украины остается для Запада стратегически важным. Украина неодноразово демонстрировала и заявляла, и это даже подкреплено деякими международными угодами, про свое стратегическое партнерство. Памятаем, что Украину признавали колись США своим основным союзником поза межами НАТО, и Украине неодноразово мы чули заяву про то, что США – наш основной стратегический партнер. Незаконные вооруженные формирования на Донбассе пять раз нарушили режим тишины. Украинские позиции обстреливали из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. Кроме того, под обстрелы попали дома местных жителей. Пришлось открыть ответный огонь, сообщили в штабе операции объединенных сил. Боевых потерь в рядах украинских военных нет. Об обстрелах проинформировали ОБСЕ. Лучи достоинства зажгли в центре Киева. Прожекторы светили столичное небо в память о погибших 7 лет назад героях Небесной сотни. Лучи света преодолевают тьму и символизируют самопожертвование ради свободы украинского народа. Возле прожекторов собрались десятки людей со свечами. Они присоединились к акции. Лучи достоинства зажигают в Киеве ежегодно. И Майдан стал местом и подием, когда мы перестали бояться, когда мы перестали брехать, и когда мы осуществили на уровне ощущения, что такое Батьковщина, что такое Украина, что такое твои люди, твой народ. Наша страна изменила свой направление. Мы показали, что мы можем отстанавливать свое право на жизнь, на свою думку, на свою независимость. И мы, ну, ци хлопцы, которые тут загинули, они это сделали. Подвиг Героев Небесной Сотни сегодня утром почтил президент Украины Владимир Зеленский. Супруга Еленой Зеленской президентская чета сделала первый удар в колокол достоинства, который в течение всего дня звонил по каждому погибшему Герою Небесной Сотни. Он был изготовлен по поручению президента и установлен на месте будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни. Кроме этого, глава государства с супругой установили памятные лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана. В память о Героях Небесной Сотни в Днепре зажгли стилизированную свечу высотой более 120 метров. Инсталляцию сделали на промышленной трубе бывшего металлургического завода. На нее прикрепили семь сотен лампочек, чтобы добиться эффекта мерцания, зажигали их постепенно. Свечу хорошо видно на расстоянии в несколько десятков километров. Для нас очень важно, чтобы максимально большая количество жителей нашего города увидела, почула, взгадала вообще про этих людей, взгадала про героизм этих людей. Для, например, моего поколения действительно был такой переломный момент, с которого началась абсолютно новая гилка истории Украины. И в никакой разе мы не можем оставить, начать. 20 февраля 2014 года началась вооруженная агрессия России против Украины. Российские военнослужащие вторглись в автономную республику Крым. Хронология событий от наших журналистов далее. 20 февраля 2014 года все внимание украинцев приковано к центру Киева. Тогда многие не знали, что северный сосед готовит удар в спину. Украинская разведка фиксировала, что десант из Тузлы, Рязани, Кубинки воздушным путем перебрасывали в Анапу и Ростов-на-Дону. На первом этапе эти подразделения скрыто перевозили в Крым российскими кораблями «Азов» и «Фильченков». 20 февраля 2014 года разведка зафиксировала перемещение колонн с российскими военными по крымским дорогам. 23 февраля 2014 года у Севастопольского горсовета прошел пророссийский митинг. При этом военные без опознавательных знаков уже готовились захватывать ключевые объекты на полуострове. Сценарий России по российскому Крыму, то есть то, что насаждалось больше десятков лет в сознании людей, политических бомондов, он оказался пшиком. Вышли десятки тысяч, а против были только маргинальные группы. Нужно всем хорошо понимать, что в Симферополе, как я уже не раз подчеркивал, 27 числа после вот этих захватов административных зданий этими спецподразделениями России, улицы были пустынные. В ночь на 27 февраля здание Верховного Совета и правительство Автономной Республики Крым захватил спецназ и установил на них триколоры. Россия сначала отказывалась признать факт оккупации Крыма. И лишь 17 апреля 2014-го Владимир Путин впервые публично признал, что в событиях в Крыму участвовали российские военные. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. 16 марта 2014-го состоялся непризнанный международным сообществом так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в состав федерации. Украина, Европейский союз, США, Великобритания 7 лет не признают результаты голосования. Но страна-агрессор не учла главного упорства украинского народа. Мы боремся за справедливость, за нашу землю и за наших людей. Сьогодні виповнюється 7 лет от того, как Россия вироломно напала на Украину. Когда Владимир Путин отдал наказ «зеленым человеком» почати захопление Крыму, то он не враховав головного. Він кинул выклик не лише украинской державе, яка тоді була у тяжкому стані. Він кинул выклик нескореному українському народу. За 7 лет российской оккупации с полуострова выехали 50 тысяч украинцев. Вместо них Крым заселили почти полмиллиона россиян. Происходит массовая выдача российских паспортов. Группировка российских войск в оккупированном Крыму выросла. По данным украинского МИДа, на полуостров перевели 195 танков, 100 боевых самолетов, 68 кораблей и катеров, более 280 артиллерийских систем. Продолжаются репрессии против несогласных с политикой оккупационных властей. Обыски в домах крымских татар не прекращаются. На сегодня в оккупированном Крыму по сфабрикованным обвинениям в терроризме осуждены, арестованы или находятся под следствием 74 крымчанина. На этой неделе к ним добавилось еще шестеро. Международные организации признали оккупацию Крыма России и осудили вооруженную агрессию. В отношении Российской Федерации многие страны ввели экономические санкции. В свою очередь страна-агрессор отрицает оккупацию полуострова. Крым – это Украина. В этом уверены все украинцы. Наша страна независима и неделима. От Львова до Луганска. От Севастополя до Чернигова. Также к седьмой годовщине начала вооруженной агрессии России против Украины в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны высказались Великобритания, Чехия и Латвия. Чехия призывает Российскую Федерацию уважать международное право и прекратить продолжающуюся оккупацию украинской территории. Вместе с международным сообществом Латвия последовательно осуждает и выступает против незаконной деятельности и нарушений международного права, осуществленных Российской Федерацией с целью подрыва суверенитета Украины. И Латвия будет непоколебимой в поддержке политики непризнания, пока территория не будет возвращена Украине. В Украине за минувшие сутки 6295 новых случаев коронавирусной болезни. Выздоровевших на 1500 меньше 4539 человек. Более 2000 пациентов доставили в больницы с осложнениями. 73 украинца не смогли побороть болезнь. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой, Львовской областях и в столице. Блокпосты на дорогах и мобильный госпиталь для заразившихся коронавирусом развернули в Ивано-Франковской области. Регион уже 16 дней лидирует по новым случаям заболеваемости COVID-19. Накануне там установили особый режим въезда-выезда. Будет развернуто 16 карантинных пунктов, 5 из которых круглосуточно. Сьогодні ми приступили до розвертання мобільного госпиталю з метою отримання додаткових ліжкомість, а саме в розмірі 120 одиниц. Ми вийшли на мобілізацію по інших лікарнях на 360 ліжкомість додаткових за станом на сьогодні. І ми плануємо зробити план, тобто в сумі вийде 730 ліжкомість. Ми не пішли на закриття області в целом. Ми виставили контрольні пости в тих регионах, де є більші спалахи, з метою цього скрінинга, з метою мониторинга і розуміння, як це буде відбуватися. Американський штат Техас объявлен зоною стихійного бедствия в связі з сильными снегопадами і похолоданням. Заявлення президента США Джо Байдена опублікована на сайте Белого дома. Правительство готовиться выделить дополнительные средства на помощь пострадавшим. Мільйони домов в Техасі не имеют доступа к воді. Люди стоять в длинних очередях на морозі. В большинстве продуктовых магазинов пустые полки. В Техасі около 80 тисяч человек остаются без електроснабжения. За эту неделю в США из-за непогоды умерло около 60 тисяч человек. Большинство із них – в Техасі. Федеральне агентство по управлению в чрезвычайних ситуациях уже предоставляє підтрюку. Генератори, дизельное топливо, воду і одеяло. Я також поручил здравоохранению і соцслужбам, жилищному строительству і городському розвитію, Министерству сільського хазяйства, Министерству обороны, определить другие ресурсы, які можуть обеспечити растущі потребности людей в Техасі. В студенческих общежитиях в Винницькой область оборудують образовательные хаби. Там студенты в условиях карантина смогут обучаться дистанціонно. Для этого обустроят отдельные кабинеты с компьютерами і інтернетом. Пользоваться всеми гаджетами студенты будуть бесплатно. На реалізацію регіональної программи із обласного бюджету виделили 10 мільйонів гривен, ще 4 – із государственного. Канал ДОМ-ТВ – це сайт нашого канала. Там ще більше інформації о происходящем вокруг. Спасибо, що смотрите ДОМ. Тут всегда ждут. ДОМ-ТВ